всем привет в этом видео хочу поговорить про ноды blend color и все что касается блендинга параметров смешивания параметров поговорим сразу о трех нодах так как они выполняют практически одну и ту же функцию ну и не сильно они отличаются на самом деле просто количеством атрибутов и может быть какие-то дополнительные параметры я буду рассказывать про основные базовые функции поехали так для начала так откроем наш мод editor и я скажу какие именно ноды мы затронем есть такая нода так blend colors есть нода pair blends а есть еще одна нода но на самом деле эти функции могут выполнять и другие ноды но чаще всего вы встретите в ригах или еще где-то именно вот эти ноды так на самом деле нод предостаточно в мае для того чтобы выполнять вот эти операции смешивания но так как у нас уже есть простой и понятный функционал мы будем использовать именно их так и еще есть такая нода blend to add то есть смешивание двух атрибутов так давайте по порядку окей blend colors что у нас есть есть два параметра два цвета на самом деле вместо давайте вот эти пока уберу сторону так так секунду вот наши атрибуты что мы имеем два импута в который мы можем подключать либо какие-то значения там будь то числа будь то цвет но цвет тоже в принципе это это числа поэтому как бы ну тут разделено все то есть мы можем подключить rgb цвета и либо x y это это может быть то есть зависит от того что мы берем на вход ну и выходные параметры наши rgb тоже как бы то что мы будем получать в результате вот этого смешивания blender у нас один бегунок и он собственно и будет менять вес наших input of которым будем подавать чтобы это увидеть наглядно ну такой очень простой пример я создам допустим у нас есть такой шарик так у нас есть шарик и назначим любой материал у него который отображается на свои партия так хоккей и какой-нибудь ну пускай бомбут серый пускай он быть серый так перейдем в not editor так шарик наши здесь так и смотрим вот наша но да так все лишнее мы уберем оставляем вот наш шейдер вновь ну новый наш шейдер вот он наш материал который мы назначили на объект так далее что у нас в самой ноги можно как бы использовать дефолтные вот эти параметры задавать определенные цвета все такое а можно как бы подключать атрибуты которые мы уже используем в нашей как бы сцене вот но чтобы сейчас было это все наглядно я просто подключу вот эти два атрибута так в нашем материале есть вот входные параметры color сразу передадим сюда цвет так ну тут немножко как бы различается эти инпуты соответствующие друг другу по цветам и прочим параметром так я подключил цвет но его не видно так включим отображение отображение наших материалов в сцене и мы видим что он не зеленый и не синий так для наглядности я возьму какой-нибудь такой красный вот в данном случае у нас смешались цвета зеленый и красный так и если я установлю здесь ноль получится что он ровно на 50 процентов они смешались и теперь перемещая этот ползунок то влево то вправо мы видим что он принимает либо 0 это у нас красный либо единица это у нас зеленый то есть то вот таким образом мы можем смешивать цвета атрибуты практически все что угодно все что принимает на обход вот этот color для для того чтобы убедиться в этом мы установим сюда так такой объект бокс сдублируем его и пусть будет еще один бокс так мы видим что ось z движет по этой оси и по этой так все все окей все соответствует так далее цвета мы уже подсоединили мы знаем как теперь работает у нас смешивание цветов так отсоединяем чтобы не путаться почистим и смотрим вот наши кубики а вот наша сфера теперь мы передадим ей некий параметр пускай будет это r и мы передаем его в z движение по z но на вход мы подаем движение то есть ось z вот этих двух новых созданных ящиков то есть z r z r то есть все на вход мы подали координаты z от наших ящиков так смотрим что получается ну вот мы видим двигаем этот ящик и у нас как бы веса делится между этим ящиком вот и этим ящиком почему потому что здесь тоже мы видим почти на 50 процентов мы разделили веса если же я сброшу все на единицу получится что вот этот ящик он принимает он полностью как бы вес мы отдали ему все управление отдали этому объекту если же я перевожу сюда то управление переходит другому объекту иногда это очень полезно на самом деле мы можем в атрибут blender подать какой-нибудь управляющий элемент допустим там ну у нас есть некий контроллер вот контроллер и этот контроллер его ось z будет управлять блендером также подключаем в блендер его ось z и видим но тут нужно лимит установить потому что очень большой как бы диапазон у нас тут как бы в блендере от 0 до единицы такой более оптимальный параметр мы можем заблокировать перемещение свыше единицы так translate z у нас получается максимальная этой единицы так это единица а минимально это 0 теперь мы видим вот таким образом мы можем установить некий контроллер и с помощью этого контроллера все это смещать так ну здесь все понятно мы разобрались с этим что же у нас дальше у нас дальше еще два еще две ноды они выполняют практически ту же самую функцию просто может быть она менее ресурсоемкая на самом деле и иногда не нужно бывает подключать такие нагруженные ноды достаточно вот достаточно этой ноды и у нее на вход мы можем подать два атрибута и так видим что у нас есть input как мы в тот момент когда мы подадим сюда атрибут любой атрибут мы видим что создается еще один индекс так идем берем еще один атрибут подаем сюда на выходе мы получаем практически то же самое что и вот здесь в нашей ноде blend colors передаем передаем output на translate z окей движется не движется смотрим и здесь есть атрибут блендер он работает практически так же дом да и ничем не отличается особо вот мы видим и всегда можем подать на атрибут блендер тоже наш какой-то контроллер или еще какой-либо другой управляющий элемент так вот у нас все движется мы балансируем между двумя объектами так и что 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 у нас еще осталось у нас остался pair blend pair blend нода осталось что в себе содержит это надо вообще чаще всего это надо она сама по себе формируется когда мы на наш атрибут вот мы видим что у нас вот есть сфера и у этой сферы вот мы видим задействовано канал z если мы его сейчас попытаемся санимировать вот я беру пробивая ключ вот пробил ключ перемещаю пробил ключ и снова перемещая так мы можем заметить что у нас изменился цвет он стал такой салатовым цветом как бы раскрасился этот атрибут это означает то что теперь у нас на вход сюда подается но до пр blend сейчас я это все как бы немножко в порядок приведу чтобы не запутать вас так сфера наша вот наша сфера вот наш point атрибут и тут еще создался pair blend по идее мы могли бы даже обойтись без этого но вот этот это нода позволяет нам смешивать несколько входных атрибутов то есть если у нас вдруг сюда подается допустим вот мы создали некий блэнд атрибут который миксует два атрибута и мы одновременно еще хотим подать на вход анимацию и это все должно работать одновременно то есть вот мы видим что у нас работает анимация но у нас еще должны эти объекты перемещать сферу чтобы они ее перемещали нам нужно активировать вот этот pair blend меняя параметры от нуля до единицы что мы делаем переключаемся на анимационную кривую и обратно переключаемся на взаимодействие вот этих двух объектов то есть и влияние на сферу собственно мы можем анимировать и этот атрибут как образовался этот атрибут он на самом деле образовался автоматически когда я пробил ключ на атрибуте который уже был за connection автоматически появляется вот этот атрибут позволяет нам вот таким образом балансировать между вот этой конструкции и позволяет между этой конструкции и нашей кривой анимационной кривой который автоматически перемещает то есть это все на самом деле очень нужно бывает когда у нас сложные конструкции уже формируется нам начинает этого уже не доставать на самом деле мы ищем некие такие примочки и оказывается что они уже заложены в мое это очень удобно на самом деле поначалу может показаться что зачем это нужно одно второе похоже друг на друга нет на самом деле все используется все пригодно открываем pair blend и видим что здесь как есть такой же атрибут то есть но здесь он уже называется не блендер а уайт вес мы даже можем сделать так мы можем вот мы видим вот этот атрибут мы можем от него даже избавиться таким образом отсоединить и переключать вес между объектами и кривой можем переключать вес прямо из этой ноды но это сделано так чтобы пользователю не пришлось лезть туда обратно все такое чтобы мог сразу видеть интерактивно что получилось в результате того что мы пробили ключ вот собственно но логика практика логика та же самая на самом деле что здесь еще тут есть как бы входные параметры можем увидеть вот коротко о них тоже расскажу здесь есть входные параметры транслейты ну чтобы могли смешивать опять же несколько на параметров будь то анимация будь то смешивание каких-то еще дополнительных каналов мы можем подавать на транслейт тут два транслейта и таким образом мы их смешиваем так тут еще есть ротейты такое небольшое как бы примечание что у ротейтов тут есть как бы как сказать свои алгоритмы вращения то есть есть по элеру и квотернионами иногда это бывает нужно когда у нас начинает это все проворачиваться флипать так далее но это такая довольно непростая тема поэтому ограничимся тем что мы уже понимаем что все эти ноды они позволяют нам плавно миксовать наши атрибуты так что мы что мы узнали так секунду первая нода была blend colors blend colors attribute blender и два входящих импута все что нужно от этой ноды так еще одна нода у нас была это blend to utter смешивание двух атрибутов также имеется атрибут развесовки и следующая нода у нас blend pair blend можем точно также смешивать можем смешивать как бы транслейты ну и тут есть нек некоторые примочки для ротейтов дополнительные вот я думаю этого достаточно для общего понимания работы этих нод всем спасибо и удачи